МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Левтина Игнатьева. На главных событиях в городе мы расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По оценкам подрядной организации, реставрация здания панорамы завершена на 75%. На время работ внутри здания законсервировали живописное полотно панорамы Франца Рубо. Работы в самом разгаре. В Севастополе продолжается реставрация здания панорамы музея обороны и памятников на историческом бульваре. Сколько монументов уже готовы и когда завершатся все работы? Теперь у нас будет здесь очень красиво. И мы очень рады, что дошла до нас очередь. Что здесь уберут машины, что здесь будут гулять детишки. На проспекте Октябрьской революции проверили ход работ по благоустройству зеленой зоны между домами номер 26 и 32. Каким будет новый парк и как местные жители оценивают проект? Я задавала вопрос по поводу пиара, потому что в современном мире этого очень много. Он очень часто перемешивается с журналистикой. Мне было интересно, как он это видит, как он видит это разграничение. Ну и получил удовлетворительный ответ. Новые открытия и знания. Студентам факультета журналистики севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова провели экскурсию в сессионном зале законодательного собрания Севастополя. Помочь этим детям, дать им какую-то поддержку и помочь им как-то чем-то себя отвлечь, чем-то заняться. Ну, просто дать поддержку детям. В Центре семейного чтения и досуга прошло праздничное мероприятие «Ветер Победы». Чему оно посвящено и кто принял в нем участие. Получается, на одну руку одна перчатка, баллончики. Я сейчас могу видеть. Как скрыть опасную информацию? Волонтеры Севастополя снова вышли на улицы города, чтобы убрать запрещенные надписи с домов и подъездов. Продолжается реконструкция исторического бульвара. Активно ведется ремонт архитектурных объектов. Кроме реставрации самого здания панорамы музея обороны Севастополя, специалисты восстанавливают памятники. Когда будет полностью готово знаменитое здание, расскажет Светослав Данилов. Рабочие сдувают пылинки с фасада здания панорамы. В буквальном смысле слова. Такую кропотливую работу необходимо проводить в течение всей реставрации. Ежедневно нужно оценивать, как выполнен тот или иной элемент фасада здания. По его периметру рабочие восстановили все декоративные элементы, в том числе и бюсты 13 героев первой обороны Севастополя. В этом здании очень много было сделано по инъектированным стен фундаментов. Очень было много трещин, восстановление стен, то есть вкладка камня, подмойерлат кровли. Здание находилось в плачевном состоянии. Было много утраченных элементов, которые в процессе расчистки рассыпались от плесени, от влаги. Делась полная копия этого декора и устанавливалась заново. Реставрировать здание панорамы подрядчик начал 10 ноября 2022 года. Назаверяют и выходят на финишную прямую. Сейчас идет финальная отделка стен. Кроме того, полностью заменены все инженерные системы. Обновлена и штукатурка. Сейчас идет подготовка к покраске, установка слаботочных систем, сети связи и систем оповещения при эвакуации. Завершить реставрацию фасада здания подрядчик планирует к сентябрю этого года. Тогда же уберут и строительные леса. Затем останутся внутренние работы. По оценкам подрядной организации, реставрация здания панорамы завершена на 75%. На время работ внутри здания законсервировали живописное полотно панорамы Франца Рубо. После завершения реставрации здания, а это по оценкам конец этого года, как раз и приступит к восстановлению полотна панорамы. Полотно у нас законсервировано для того, чтобы внутри работы могли быть проведены. Поскольку любые ремонтно-реставрационные работы содержат пыль, содержат какие-то элементы, которые могли бы покрыть это полотно. Поэтому оно спрятано, законсервировано. И после того, когда работы по внутреннему периметру завершатся, и специалисты выйдут на внешний контур, уже полотном смогут заняться специалисты из реставрационного центра Горобаря. Специалисты из этого реставрационного центра уже приезжали и осматривали полотно. А его консервация предполагает специальные покрытия, которыми и защищена знаменитая панорама Франца Рубо. Будет восстановлено красочные слои, то есть проведено восстановление этих слоев, частичная реставрация покрытий, краски. На предметном плане будут большие работы проведены. Полотно, в принципе, в нормальном состоянии, но необходимо частичная докомпоновка, где-то докраска, восстановление слоев, обеспыливание и дальнейшая защита. По предварительным оценкам, завершить реставрацию всемирно известного живописного полотна планируется в конце 2025-го, начале 2026-го года. Показали журналистам и помещение, где раньше располагался экспозиционный зал, посвященный подземно-минной войне. Сейчас там уже восстановили лепной декор, идет его финишная отделка. Кроме того, полы в этом зале выложат из мрамора. У Музея обороны Севастополя есть идеи, как придать этому залу новый облик. Впереди будут внесены изменения, и в этом помещении будет располагаться сувенирный магазин, а внешних будут размещены музейные предметы из фондовой коллекции, которые позволят дополнить вот это вот сувенирное пространство для наших посетителей. Таким образом, у нас экскурсионный маршрут будет завершаться тем, что гости панорамы смогут зайти в этот магазинчик, побыть в таком современном пространстве, немножечко отдохнуть и выбрать себе сувенир на память. Отдельная история – кровля здания панорамы. Почти завершены работы по ее устройству. Восстановление в том же виде, которое и было. Кровля состоит из железных несущих конструкций, деревянных балок, утеплителя, пара и гидроизоляции. Металлические балки были зачищены антикоррозийными растворами, покрашены и обработаны огнезащитой. Сделано так, чтобы новая крыша здания одной из визитных карточек Севастополя послужила еще долгие годы. Важный момент – здесь заменили световой зенитный фонарь. Зенитный фонарь, который был заменен на кровлю, представлял собой стеклянную конструкцию из деревянных рам и стекла. Соответственно, он был полностью заменен на новую конструкцию из алюминия и также стекла, который выдерживает удар крупного града, большие ветровые нагрузки. Он имеет матовое покрытие и защиту от ультрафиолета, что обеспечит в дальнейшем большую сохранность полотна и рассеянный свет. Восстановление кровли полностью завершат до конца августа. Еще один пласт работы. На территории исторического бульвара продолжается и ремонт памятников, объектов культурного наследия. Всего их 14. 10 из них уже завершили полностью. Среди них – минная галерея, обломок скалы, выброшенный взрывом во время Крымской войны, и памятники батареи Костомарова и Льву Толстому, который увековечил это место в своих севастопольских рассказах. Памятники были в плачевном состоянии. То есть в советские времена при их реставрации никто не заморачивался. Просто воссоздавали памятники от литием бетона. Больше ничего не делали. То есть ставили латки, красили красками, заливали бетон. Вот вся была реставрация, которая на данном этапе. Памятники некоторые были, можно сказать, практически 80-90, а некоторые и 100% разобраны. И заново воссозданы. Итак, сейчас вы видите полный список тех памятников, работы на которых уже завершены. Кроме памятника Льву Николаевичу Толстому, это монументы в честь легендарного непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова, выдающегося русского военного инженера генерала Татлебина, памятники воинам 4-го бастиона и Язоновского редута, мемориальное обозначение нахождения 20-й, 38-й, 115-й и 120-й батарей. Также продолжаются работы на орудийном дворике. На время реставрационных работ на орудийном дворике пушки переместились сюда, на площадь перед памятником 4-го бастиона. Всего здесь сейчас установлено 7 пушек, выполнены они из чугуна, вес каждой порядка 5 тонн. Завершить реставрацию оставшихся 4-х памятников на территории исторического бульвара планируют к сентябрю этого года. Пока наша съемочная группа снимала репортаж по этой теме, в Москве губернатор Севастополя Михаил Азважаев встретился с генеральным директором публично-правовой компании «Единый заказчик» Кареном Аганесяном. Организация осуществляет функции государственного заказчика при строительстве важных для Севастополя объектов, в том числе и реконструкции исторического бульвара. Губернатор Михаил Азважаев обсудил с руководителем компании возможное ускорение сроков выполнения работ. Напомним, ранее губернатор говорил о планах завершить все работы на историческом бульваре не ранее 2027 года. В любом случае, по заверениям сотрудников Музея обороны Севастополя, после завершения реставрации здания панорамы и полотна Франца Рубо сюда вновь будут запускать посетителей. А это значит, что люди смогут любоваться самым посещаемым объектом Севастополя еще до завершения всех работ по благоустройству исторического бульвара. Святослав Данилов, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя. За время работы Михаила Азважаева на посту губернатора Севастополя российские студенческие трудовые отряды получили большую поддержку. В городе проводятся уникальные профориентационные мероприятия. Директор молодежного центра Денис Кондратьев рассказал, какие важные изменения он отметил для себя за последние пять лет Севастополя под руководством Михаила Азважаева. По итогам пяти лет Михаила Владимировича Азважаева в должности губернатора города Севастополя сделано действительно очень и очень многое. Особенно это затронуло и деятельность российских студенческих отрядов, о которых хотел бы рассказать. Благодаря его поддержке у студотрядов Севастополя появилась собственная аллея в Парке Победы. Наши ребята имели возможность трудиться в летний период времени на объектах федеральной целевой программы. Также наши ребята принимают участие во всероссийских трудовых проектах, а также в городе Севастополе проводятся уникальные, как я считаю, профориентационные мероприятия для школьников, в том числе всей страны. В Севастополе широко реализуется проект губернаторских школьных трудовых отрядов, который помогает трудоустройству более чем 2000 школьников в летний период времени, а также в профессиональном самоопределении. У студотрядов Севастополя появилось знамя губернатора, которое мотивирует ребят трудиться на протяжении всего года лучше, лучше, еще лучше. Активно развивается новое IT-направление и много-много другого делается благодаря личной поддержке и примеру, который задает Михаил Владимирович на сегодняшний день. В Севастополе появляется больше благоустроенных зеленых зон. Одна из них – территория между домами номер 26 и 32 на проспекте Октябрьской революции. Проверили ход работы и пообщались с жильцами близлежащих домов депутат Госдумы Дмитрий Белик и глава администрации Гагаринского района Алексей Ярусов. Каким хотят видеть обновленное пространство севастопольцы и когда завершится ремонт, расскажем в следующем сюжете. За благоустройство зеленой зоны между домами номер 26 и номер 32 на проспекте Октябрьской революции в прошлом году проголосовало больше всего жителей Гагаринского района на платформе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Общими усилиями они привели к победе эту территорию. Теперь дело за подрядчиком. Совсем недавно на этом месте была проезжая часть и импровизированная парковка, где жильцы соседних домов беспорядочно оставляли автомобили. На территории не было знаков дорожного движения и искусственных неровностей для ограничения скорости. По словам местных, гулять здесь было опасно, особенно с детьми. Поэтому они с нетерпением ждут завершения благоустройства. Открытие зеленой зоны назначено на ноябрь, но подрядчик заверил, что жители смогут гулять по скверу уже в середине осени. Теперь у нас будет здесь очень красиво, и мы очень рады, что дошла до нас очередь. Что здесь уберут машины, что здесь будут гулять детишки. Это очень радостно, что здесь для детишек сделают. Что мы сможем выйти здесь, посидеть в скверике. Это будет тоже очень приятно. Нареканий к работе у меня нет. Я слышу, что они работают целыми днями и не прекращая. Благоустройство выполняется по народной программе «Единой России», с которой партия победила на выборах депутатов Госдумы. Вместе с жильцами на проспекте Октябрьской революции проверяет ход работ и глава администрации Гагаринского района Алексей Ярусов. Он отметил, что благодаря проекту район с каждым годом становится все краше. Мне кажется, что это положительная динамика взаимодействия между жителями Гагаринского района, органами местного самоуправления и подрядной организацией. И хотел бы отметить, что благодаря именно комфортным проектам, формированию комфортной городской среды этот объект сегодня работает. У нас в Гагаринском районе уже не один сквер построен в рамках этого проекта. У нас в том году построена Степаньяна 7, у нас уже на проспекте Октябрьской революции тоже были построены такие объекты. В этом году у нас тоже прошло голосование в рамках этого проекта. Это у нас будет на, если все помнят, бывший кинотеатр «Океан», конечная остановка. В этом году там прошло голосование, и жители более активно там голосовали и выиграли. Также встречу посетил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик. Он поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию, которая помогает нашему городу развиваться, а общественным пространствам становиться комфортнее. Люди, во-первых, благодарны за то, что делаются эти работы. Это по программе «Комфортная городская среда». Это один из тех объектов, где люди своими голосами выиграли конкурс на право благоустройства этого парка. Здесь будут и детские площадки, и новое освещение, и дорожки. Хочу сказать спасибо подрядчикам и тем людям, которые неравнодушные сегодня собрались, которые каждый день их контролируют, смотрят, как идут работы. Работы здесь начались совсем недавно, в конце мая. Подрядная организация уже провела геодезическую съемку и трассировку участка. Сейчас устанавливают новые бордюры, прокладывают пешеходные дорожки. На сегодняшний день никаких сложностей в работе с этим объектом у нас нет. Здесь есть некая инициативная группа, с которой постоянно с нами на связи. Они часто к нам приезжают на стройплощадку, обсуждаем вопросы, принимаем решения. Вопросов не возникает. А еще жители попросили установить здесь камеры видеонаблюдения для безопасности. Также появится система автоматического полива растений, которую установят возле 130 новых высаженных кустов и деревьев. Парковку организуют рядом со сквером. Всего по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» до конца года приведут в порядок 10 общественных пространств. По одному в каждом муниципалитете. Анжелика Желмина, Андрей Вовк, Новости Севастополя. Также депутат Государственной Думы Дмитрий Белик посетил музей школы номер 37. Этих дней не смолкнет слава. Музей военной истории с таким названием открылся в образовательном учреждении 10 лет назад. Для школьников тут регулярно проводят тематические уроки с экскурсиями. Здесь ребята ознакомятся с героями Великой Отечественной войны, изучают оружие и обмундирование. Также с этого года выставку дополнили с современными экспонатами. Музейная экспозиция, которая создавалась тогда и продолжает развиваться сейчас, связана была с, прежде всего, защитниками и освободителями города Севастополя. А сегодня в ней представлено очень много материалов, посвященных подводному флоту нашей Родины. И сегодня мы продолжаем уже работу по героям специальной военной операции. Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик регулярно посещает музей боевой славы. Он отметил важность просветительской работы и пожелал учреждению развития и процветания. Хочется поблагодарить сразу директора школы Татьяну Николаевну, руководителя музея этого прекрасного названия у меня за спиной. Этих дней не смолкнет слава Александру Николаевичу, мы с ним знакомы. Сегодня мы приехали, привезли аппаратуру МФУ для музея, для работы. Здесь хочется отметить уникальные экспонаты времена Великой Отечественной войны, которые вот здесь видите. И уникальные экспонаты уже появляются вот с современных полей сражений, с полей специальной военной операции. Вот есть трофейные и каски, и очки, и бронежилеты. Вот мы видим в этом музее. А самое главное, это вот та работа для наших детей, которые учатся в этой школе, и не только в этой, которые могут прийти, посмотреть, почитать историю. Здесь очень много книг, очень много архивных материалов, поэтому то, что делается в этой школе, заслуживает огромного уважения и низкий поклон тем людям, о которых я сказал, которые ведут такую большую музейную просветительскую работу. Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе. Город пытались атаковать с помощью надводного беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, громкие звуки, которые севастопольцы могли слышать ночью, были связаны с отражением атаки. Также он отметил, что безэкипажный катер был уничтожен. Кроме того, в эту ночь над Крымом средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 33 беспилотных летательных аппарата. Далее другие новости дня. Президент России Владимир Путин призвал перейти к более широкому и полномасштабному использованию цифрового рубля. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, платформа цифрового рубля во время тестирования продемонстрировала свою работоспособность и теперь необходимо более масштабно применять его в экономике, хозяйственной деятельности и финансовой сфере. Президент напомнил, что пилотный запуск платформы состоялся в августе 2023 года. В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Глава государства отметил, что подобные технологии трансформируют традиционные схемы в торговле, банковской сфере и международных расчетах. Конституционный суд России признал усыпление бездомных животных крайней мерой, которую можно применять только в случае угрозы для человека или болезни животного. Как уточнили в ведомстве, основанием для этой меры не могут стать загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов, поскольку это не соответствует конституционным гуманистическим началам в обращении с животными. В конституционном суде подчеркнули, что на федеральном уровне предусмотрены универсальные принципы обращения с бездомными животными. Они предусматривают в том числе отлов, чипирование и вакцинацию. В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военных, об этом заявила Минобороны. В ведомстве уточнили, что взамен было передано такое же количество военнопленных ВСУ. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Все освобожденные бойцы были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они будут проходить лечение. Кроме того, им будет оказана и психологическая помощь. В Севастополе началась вторая волна приема первоклассников в школу через госуслуги. Она продлится до 5 сентября. Об этом сообщила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она отметила, что заявление через портал можно подать в любую школу, независимо от регистрации. А зачислят ребенка в случае, если в учреждении будут свободные места. Заявление уже подали 1350 человек, из которых 60% в электронном виде. С начала 2024 года в Севастополе произошло 13 лесных пожаров. Три из них зафиксированы после объявления особого противопожарного режима. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу. Общая площадь, пройденная огнем в лесах, составила 27,5 гектаров лесных территорий. Как отмечают специалисты, в летний период основные причины возникновения пожаров связаны с несоблюдением элементарных мер пожарной безопасности. Это неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем непотушенной окурки или костры в местах отдыха. Оставленные на природных территориях бутылки и стекла, которые действуют как зажигательные линзы. Напомним, в Севастополе действует с 5 июля особый противопожарный режим. На территории города запрещается пользоваться пиротехникой и мангалами, а также проводить пожароопасные работы. На выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя зарегистрирован очередной городской список избирательного объединения. Севгор-Избирком на 20-м по счету заседании утвердил список кандидатов в депутаты Заксобрания города Третьего созыва от регионального отделения партии «Новые люди». Она стала шестой по счету прошедшей процедуры регистрации своего городского списка кандидатов в Севгор-Избиркоме. В составе списка 11 человек. Также в этот день представитель Севастопольской городской избирательной комиссии провел встречи с журналистами местных СМИ. Накануне старта аккредитации на предстоящие выборы, которые пройдут с 6 по 8 сентября, сотрудникам средств массовой информации рассказали о процедуре подачи заявок на аккредитацию, перечне необходимых для этого документов, технических условиях, а также правилах работы СМИ в дни голосования. Также собравшимся напомнили, что с момента подачи документов кандидатами в комиссию начался период агитации, который продлится до 0 часов 6 сентября. До 8 августа среди средств массовой информации будет проведена жеребьевка по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади для участников избирательного процесса. По результатам жеребьевки будут определены даты проведения дебатов. Наши кандидаты имеют право проводить агитацию с момента представления документов в комиссию, не позднее, естественно, дня предшествующего дня голосования, первого дня голосования, простите. На данный момент политические партии все еще немножечко заняты процессом регистрации. Мы вот сегодня на заседании комиссии зарегистрировали последнюю партию из тех, которые подали документы на выдвижение. И сейчас, я думаю, они полным ходом, с полными силами линутся в агитационный процесс. Обязательно должны уведомлять комиссию о тех материалах, которые они собираются использовать. На данный момент, насколько я знаю, только ЛДПР представили агитационный материал. Для студентов факультета журналистики и севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова провели экскурсию в стенах законодательного собрания. Присоединился к ним и председатель ЗАГСобрания Владимир Немцев. Ребята смогли задать парламентарию интересующие вопросы, в том числе и касающиеся освещения в СМИ деятельности депутатов. Как прошел диалог с нашими будущими коллегами, расскажет Дана Турта. Журналист должен ориентироваться в самых разных сферах – истории, культуре, экономике и, конечно, в политике. Для того, чтобы материал получился качественным, а главное – объективным, корреспонденты выезжают на место событий. Одно из таких – законодательное собрание Севастополя, ведь именно там принимаются важные решения. Для студентов факультета журналистики севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова провели экскурсию. А еще в сессионном зале организовали своего рода пресс-подход. Пока они только учатся стандартным процедурам ежедневных съемок. Каждый старается вникнуть в работу депутатов. В этот день у них есть уникальная возможность задать все интересующие вопросы напрямую к председателю законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву. Такой шанс не упустил ни один из присутствующих. Какой университет вы заканчивали и как знания с университета пригодились вам в настоящей реальной работе? То есть на сколько, в какой мере? Ну, первое мое образование – это в 95-м году я закончил наш, начинал еще с Севастопольский приборостроительный институт, потом Севастопольский государственный университет. А по специальности – инженер-кораблестроительный. То есть первая моя специальность – это кораблестроительный. И, собственно говоря, в дальнейшем судьба привела меня именно в эту отрасль в 2015 году. Студентка Дарья Понежина планирует работать на телевидении в качестве режиссера или продюсера. После окончания школы девушка долго не могла определиться, с какой профессией хочет связать свою жизнь и пригодится ли ей профессиональное образование в будущем. Общение важно не только для студентов, в данном случае будущих сотрудников средств массовой информации. Я надеюсь, что большинство из них придет работать именно в наши средства массовой информации, в Севастопольске, в газету, на телеканалы. Кто-то может придет в пресс-службу законодательного собрания работать. Но это важно и для нас, потому что мы узнаем, что волнует молодежь, как они видят решение той или иной проблемы или того или иного вопроса. Несмотря на то, что ребята только осваивают профессию, они уже бойко задают интересующие их вопросы о депутатских полномочиях, взаимодействии с жителями и принятии важных решений для города. Я задавала вопрос по поводу пиара, потому что в современном мире этого очень много. Он очень часто перемешивается с журналистикой. Мне было интересно, как он это видит, как он видит это разграничение. Ну и получила удовлетворительный ответ. Некоторые из ребят уверены, что получить высшее образование необходимо, чтобы в будущем быть грамотным и востребованным специалистом не только в журналистике, но и в любой сфере деятельности. Пока студенты определяются, какую именно нишу в профессии они займут. Но не исключено, что через пару лет ряды специалистов севастопольских СМИ пополнят именно эти ребята. Дана Турта, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя. В библиотеке филиале номер 6 прошло мероприятие «Ветер Победы». Дни его посвятили грядущему дню военно-морского флота. На праздник пригласили 25 семей военнослужащих Черноморского флота и участников специальной военной операции. Для детей провели мастер-класс по созданию гипсового панно «Парусник мечты». Ребята создавали свои работы с помощью заготовленных гипсовых фигурок маяка, корабля и ракушек. Позже маленьких гостей и их родителей ждала концертная программа – песни от студии «Струны души». посещение ретро-выставки, где была представлена военная форма 20 века. В организации мероприятия приняли участие и волонтеры, которые помогали детям на мастер-классе. В программе большое количество интересных мероприятий. Это ретро-выставка, посвященная форме одежды 20 века. Это мастер-класс «Парусник победы». Наверное, то, что важнее всего – это все-таки семья. И поддержка семей, образование и развитие детей, вклад в их хорошее настроение, в их досуг – это, наверное, то, что важнее всего. И я уверена, мы будем продолжать этот проект. Он кажется нам очень важным. Я занимаюсь в библиотеке, и когда я узнала, что будет мероприятие для детей, у которых родители защищают нашу Родину, так как этим детям не хватает поддержки, я решила принять участие и помочь этим детям, дать им какую-то поддержку, и помочь им как-то чем-то себя отвлечь, чем-то заняться, просто дать поддержку детям. В Севастополе прошла очередная акция «Закрась опасность». Все участники закрашивают вредоносные надписи на улицах, создавая безопасную среду в Севастополе. Чем опасны эти надписи и как решить эту проблему – смотрите далее. Получается, на одну руку одна перчатка, баллончики. Я сейчас могу дать. Часто на улицах Севастополя можно увидеть различного рода граффити, которые не только портят облик белокаменного, но и содержат вредоносный контент и пропагандируют его. Неравнодушные волонтеры движения «Безопасная сторона» каждый месяц собираются, чтобы закрасить опасность. Акция проходит по грантовому проекту Софии Тарнавской «Жизнь с безопасной стороны». К сожалению, в нашем городе по статистике, начиная с 2018 года, это очень тема, которая поднимается, и поднимается она из года в год. И если меня память, конечно, не ошибает, то мы, именно город Севастополь, вошел в десятку, где распространяются наркотические средства. Цель акции – очистить фасады домов от рекламы запрещенных веществ, чтобы каждый уголок белокаменного оставался привлекательным. Они нанимают работников, которые с помощью трафаретов по всему городу запшикивают надписи этим. И часто просто оставляют тоже так же баллончиком от руки надписи. Мы закрашиваем надписи, или жильцы дома закрашивают их, но все равно приходится закрашивать повторно. У волонтеров движения «Безопасная сторона» есть специальный чат, где они указывают местоположение замеченных надписей. Затем составляется маршрут. В этот день ребята собрались на улице Горпищенко. Запрещенной рекламы здесь, как оказалось, больше всего. Вооружившись баллончиками с краской и перчатками, волонтеры бескорыстно трудятся, чтобы преобразить улицу и сделать ее безопасней для всех горожан. Присоединиться к акции может каждый севастополец с достигшей 16 лет, кто младше может прийти с родителями. Достаточно просто зарегистрироваться на портале Добро.ру. Об этой акции я узнала на сайте Добро.ру. Я часто посещаю этот сайт, смотрю новые вакансии волонтеров. Также я иногда посещаю группы ВК, там, где тоже иногда публикуются предложения об этих акциях. Там легко можно зарегистрироваться и записаться. Я уже много участвую в волонтерстве. За это время я нашла много друзей. Я побывала в разных интересных местах и научилась новому. Акция «Закрась опасность» проходит при поддержке городского управления по делам молодежи и управления МВД России по Севастополю. За пять лет существования акции прошло уже более ста встреч волонтеров. Всего в Севастополе было закрашено более двух тысяч надписей. Милана Агапова, Деля Верми Джитов, Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 19 июля в Севастополе переменная облачность. В течение дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 35, ночью плюс 28. Ветер умеренный, переменный, преимущественно северный, от 5 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление и влажность в пределах нормы. Температура воды у берегов Севастополя плюс 25 градусов. Это были главные новости к этому часу. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова